Дорогие друзья, мы продолжаем говорить о духовном взрослении. Я использую базовое местописание 1 послания Иоанна 2 главу с 12, 13, 14 стиха. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире. Кто Кто любит мир, в том нет любви Отчий. Итак, друзья мои, мы говорим о детях, юношах, отроках и отцах. Дети — это те, кому прощены грехи ради имени Господа, которые искуплены, которые осознают прощение и искупление, переживают это прощение грехов, и им присущна первая яркая любовь Божия, когда они очень серьёзно купаются в Божьей любви, переживают Божью любовь. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Юноши — это те, которые победили лукавого, имеют силу, сильны, и Слово Божие пребывает в вас. И я говорил о том, что когда апостол Павел говорит, что «я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, потому что вы ещё не в силах». Итак, духовная юность, она характеризуется силой и способностью побеждать лукавого. Как мы побеждаем лукавого? Написано, что Слово Божие пребывает в вас. Когда Иисус Христос был Духом Святым помещён в пустыню для искушения от дьявола, он победил три раза искушение Сатаны Божьим Словом. Когда Сатана приступил к Нему, он сказал, написано, не искушай Господа Бога твоего, написано, что не хлебом единым будет жить человек, и написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Как мы можем побеждать лукавого? Как мы можем отражать атаки дьявола и искушение Сатаны Божьим Словом? Вот чем ещё характеризуется духовное взросление? Это наполнением Слова Божьего. Божье Слово говорит, преобразовывайтесь обновлением ума вашего. Апостол Павел призывает Тимофея, вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно, тем самым спасёшь себя и слушающих тебя. И так только Божье Слово является основным оружием нашей жизни, только Библия, её принципы, её философия, её мировоззрение, её основания помогут нам преодолеть и вырасти, преодолеть свой плотской характер, измениться, обрезаться, освободиться от многих плотских привычек и окрепнуть в Божьем Слове. Без Библии, без Слова Божьего мы не сможем расти. Апостол Пётр говорит, что Библия – это как чистое словесное молоко. И нам очень важно укрепиться в истинах Нового Завета. Нам очень важно через Библию, через Писание принять такие основополагающие вещи христианства, как прощение, искупление, как свободу, жизнь в радости, праведность, мир, покой, доверие Господу, вера, надежда, любовь, оставление мёртвых дел, грехов, следование за Господом, отвержение себя и взятие Его креста, служение ближнему своему и многие-многие другие вещи. Именно поэтому Божье Слово – это единственное, что даёт нам гарантию нашего духовного возрастания. Почему? Откуда происходят проблемы с духовным младенчеством? Откуда происходят проблемы с духовной незрелостью? Это с недостаткой, нехваткой Слова Божьего. Если мы возлюбили Библию, если Библия не выходит из наших рук, если мы Слово Божие открываем не только по воскресеньям на воскресных собраниях, но если мы вникаем в Слово Божие, обитаем в Слове Божьем, наполняемся Божьим Словом, то что-то очень серьёзное и важное происходит в нашей жизни. Мы начинаем перерастать и вырастать из духовных младенцев, из незрелых людей, из плотских людей, в жизни которых ещё много зависти, споров, разногласий. Мы начинаем вырастать серьёзно в состоянии духовной зрелости человека. И главным, основной, финальным и конечным этапом нашей духовной зрелости является духовное отцовство. Проблема отцов и детей, вообще, эта проблема не только волновала Тургенева, это проблема библейская. И когда мы читаем, допустим, несколько мест Писания, допустим, Исайя 58 глава, в 12 стихе есть некое обетование, что вековые пустыни застроятся потомками Твоими, Ты восстановишь основание многих поколений и будут называть Тебя восстановителем развалин и возобновителем путей для населения. Вы знаете, восстановление развалин и восстановление, духовное восстановление нашей жизни, и вообще духовное восстановление всегда связано с поколениями. И в Малахии, в 4 главе, в 5 и в 6 стихе, обетование о пришествии Господа, оно выражается как раз тоже в теме взаимоотношений отцов и детей. В Малахии, в 4 главе, в 5 стихе мы читаем, «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного». «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Итак, один из признаков проклятия — это нарушение взаимоотношений детей и отцов. Взаимоотношения, проблема взаимоотношений детей и отцов — это проблема Библии, которую Писание эту проблему поднимает неоднократно. Но еще есть один момент — это недостаток или дефицит отцовства. Об этом апостол Павел также говорит, и говорит об этом в 1 послании к Коринфянам, в 4 главе, в 15 стихе. Он говорит следующую фразу. «Хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, и я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Вы знаете, апостол Павел поднимает очень серьезную, насущную проблему современной церкви, которая, как мы можем видеть, была и проблемой первой церкви. Он говорит, что у вас тысячи наставников. В других переводах это слово переводится как инструкторов, как тренеров. Вы знаете, сегодня много людей, функционеров в церкви, которые могут направить, провести семинар. Но согласитесь, церковь, она существенно отличается от бизнес-организации. И в бизнес-организации, как и в большом спорте, может быть много тренеров, которые проводят массу тренингов, которые оттачивают некие профессиональные качества. Но родители – это не тренеры, и это не люди, которые дают нам прежде всего профессию. Родители учат нас, собственно говоря, жизни и воспитывают нас. Все-таки тренер – это человек, который передает некие функциональные качества. А родитель – это человек, который воспитывает характер. И самым главным примером заботливого родителя является наш небесный отец. Он не просто хочет научить нас каким-то техничным, профессиональным качествам, он хочет изменить наш характер и воспитать нас. Отец воспитывает, родители воспитывают. И апостол Павел часто использует это слово «воспитание». Он говорит, что часто он приходил не как важный апостол или евангелист, а приходил как нежная и часто вел себя как нежная кормилица. Кормилица используется слово «восделывать», «воспитывать». И мы знаем, что педагогика, истинная педагогика, она состоит из двух разделов. Собственно говоря, обучению, дидактике и воспитанию. Обучение без воспитания рождает фактически сухих роботов. И вы знаете, сегодня очень большой дефицит церкви как раз в отцовстве, потому что мы сегодня имеем много наставников, инструкторов, людей, которые могут дать правильную информацию. Но Господь призывает нас быть не просто инструкторами и наставниками. Господь призывает нас быть отцами. А отец – это состояние духовной зрелости. Итак, кто такие отцы? Отцы познали сущего. И в 14 стихе 2 главы 1 послания Иоанна написано, что отцы познали безначального. Если отроки познали отца, то отцы познали сущего и изначального. То есть отцам открыто что-то большее и что-то более глубокое, чем отрокам. Если отроки просто познали любовь отца и пережили дух усыновления, то отцы уже знают характер Бога. Если детство, юношество и отрочество, оно, конечно, характеризуется познанием непосредственно, переживанием любви Бога, сердца Бога, то отцы уже заплывают на большие глубины. Они знают характер отца. И отцы – это тот уровень духовной зрелости, который не терпит сомнений. Он характеризуется стабильностью, уверенностью в Господе, что Бог никогда не оставит и не покинет, и ничто не сможет отравить и вообще огорчить нашу духовную жизнь. И отцы – это люди, которые знают, что верующим Господу все содействует ко благу. Именно состояние отцовства – это то состояние, когда я могу сказать, что если я пойду, как говорит псалмопевец в 22-м псалме, «Долины смертной тени, я не боюсь зла, потому что ты всегда со мною». То есть это очень серьезное, такое стабильное состояние. И в отличие от детства, когда апостолы призывают нас не быть такими тростниками колеблющимися, которые способны колебаться и уклоняться от любого учения человеческого. То есть отцы, они познали безначального, они знают чувства навыками, приучены к развлечению добра и зла, они знают, что такое хорошо и что такое плохо, они стабильны, и они… И, конечно, следующая характеристика отцовства – это если дети подвержены влиянию, то отцы способны влиять. Если мы все еще находимся в том состоянии духовного роста, когда на нас постоянно кто-то влияет, когда наше настроение очень изменчиво, когда мы подвержены периодически всплескам и вспышкам радости в зависимости от обстоятельств, и в зависимости от обстоятельств мы попадаем в уныние, разочарование, горечь и депрессию, то это все еще состояние детства. Но если мы способны черпать от Господа любовь ежедневно и влиять на окружающих людей, и зажигать их любовью, и вести за собой, и мы видим, что люди начинают посредством той Божьей любви, которую мы пережили сами, изменяться, меняться и исцеляться, то это уже состояние близкое к отцовству. Вообще это процесс, и даже сегодня, будучи 23 года в Господе, и уже имея много учеников, последователей, команды и поколения людей в церкви, которые уже воспитались, я могу сказать, что я все еще в процессе взросления, и, может быть, кто-то уже, конечно, давным-давно считает меня духовным отцом, но на самом деле очень важно думать о себе скромно, по мере веры. Я понимаю, что будучи действительно духовным отцом сегодня, и имея ответственность за многих людей, и уже имея способность влиять на многих людей, я все еще могу периодически также попадать в какие-то моменты, возвращаться в детство, как мы говорим, и поэтому апостол Павел говорит нам, чтобы мы не были детьми умом, чтобы мы не совершали каких-то детских поступков, и вот эти вот детские вещи, они свойственны, конечно, каждому человеку. И тот отрывок, который я читаю, он заканчивается тем, что Господь призывает нас через апостола Иоанна не любить мира, не любить того, что в мире. И вы знаете, вот это вот правильное понимание этого мира, отвержение или отречение от философии этого мира, и принятие Божьей силы Божьей власти от Господа, и влияние на этот мир, и не подвигаться влиянию этого мира, а влиять на этот мир, это все относится к состоянию духовной зрелости и к состоянию отцовства. И апостол Павел вырос из состояния духовного младенца, когда он называл себя извергом, когда он был фарисеем, когда он был религиозным человеком. И мы видим, что в его характере было очень много разных проблем, ситуаций, и мы видим, что этот человек трансформируется. Христианство подразумевает некую трансформацию человека. И мы знаем, что когда Иисус пришел на гору преображения, Он преобразился в образ Божьей славы. И мы тоже живем по этому принципу, о котором говорил апостол Павел, от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу. Апостол Павел очень часто отражает эту мысль преображения, изменения, и внутренней реформации. Вы знаете, друзья, за все годы христианской жизни я видел очень много чудес на самом деле. И я не понаслышке был свидетелем констатации фактов исцеления от рака, от серьезных форм рака, от саркомы, от разных проблем серьезных физических, когда люди были при смерти и сверхъестественным образом возвращались в этот мир. Но для меня сегодня, как человека, живущего с Господом не первый год, для меня более сегодня серьезным является чудо преображения внутренней реформации и внутренней реформации. человек, будучи злодеем и извергом, как фарисей Савл, превращается в последователя, в христианина, в ученика Иисуса Христа, в апостола Павла, который говорит о том, что много наставников, но мало отцов. И в первом послании фессалоникийцам во второй главе он в седьмом стихе достаточно скромно констатирует следующую мысль, заявляет, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. Он знал свое призвание, он знал свою позицию в Господе, он знал свой дар в служении в Господе. И он говорит, что мы бы могли быть важными, как апостолы Христовы, но апостольство и лидерство, пастырство и епископство характеризуются не степенью важности, потому что на самом деле это не есть не позиция часто, а это есть сердце. Отцовство не может быть позицией, отцовство может быть только характером и сердцем. Поэтому он говорит о том, что для меня важно не явиться с важностью апостола. И отцы – это прежде всего не те, которые отражают важность и подчеркивают собственную значимость и важность, но он говорит, что мы были тихи среди вас, подобны, как кормилица, нежно обходятся с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, чтобы вы стали нам любезны. Итак, отец – это тот, который вкладывает всю свою душу и все свое сердце. Во-первых, нужно еще раз подчеркнуть, что отцовство – это конечная стадия или конечная станция нашего духовного взросления. Абсолютно все люди, подразумеваются Господом, должны вырасти в духовных отцов, должны вырасти в тех людей, которые влияют. И это не обязательно, что духовное отцовство подразумевает обязательно, чтобы мы были пасторами или начинали новые церкви. Оно, прежде всего, подразумевает степень влияния на окружающих людей. И чем больше отцов, духовных отцов сегодня в церкви, тем более стабильна обстановка в церкви, тем более она духовная, тем более она замечательная, и это будет атмосфера Царства Божьего, атмосфера радости, атмосфера праведности, атмосфера уверенности в Господе и мира и покоя Божьего. Именно поэтому апостол Павел говорит, что мы бы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобны, как кормилица нежно обходится с детьми своими. Отцовство духовное подразумевает некую гибкость и также о наличии мудрости. Мы знаем, да, что детям не хватает мудрости. У них есть, как говорил известный русский драматург Островский, пресловутая «простота». Иногда простота может граничить с глупостью, а серьезность, она часто граничит с мудростью. Это не значит, что мы должны терять легкость, радость, свободу, но это говорит о том, что оставаясь свободными и приобретая мудрость, мы остаемся все равно внутри детьми, мы иногда бываем очень радостными, открытыми, честными и прозрачными, но при этом мы иногда и сохраняем мудрость и способность различать какие-то ситуации, знать, знаете, мудрость очень часто она выражается в способности молчать и говорить правду, быть честными и знать, что есть время, когда нужно просто промолчать, это как раз характеризует взрослых, мудрых людей, и, наверное, 90% конфликтов не состоялись бы, если бы мы имели эту способность где-то промолчать, потому что очень часто для того, чтобы промолчать, нужно иметь смирение, а смирение, послушание и способность вообще следовать за Господом и соглашаться с Ним, это прерогатива взрослых людей, потому что одна из проблем детства это хроническое непослушание. Очень часто ребенку хочется сделать все наоборот, и мы знаем, что, наверное, и проблема, основная проблема отцов и детей заключается в нежелании детей слушать отцов и слушать родителей своих, и как раз проблема заключается в том, что родители часто понимают, что дети совершат ошибки, за которые потом придется расплачиваться иногда, может быть, всю жизнь. Но я хочу успокоить родителей и сказать, что мы должны научиться отпускать наших детей, давать им больше свободы и способности ошибаться. Это касательно и естественного детства, когда мы родители и воспитываем детей. Это очень сильно касательно также и духовного детства. Мы, как духовные наставники, должны быть способны научиться отпускать наших детей и давать им возможности ошибаться и совершать ошибки. Потому что только на разбитых коленках, только на каких-то ситуациях, на ошибках, мы способны извлечь драгоценный и бесценный опыт, который приходит только путем собственных падений, проблем, трудностей, когда мы спотыкаемся в каких-то конкретных вещах, ошибаемся в каких-то конкретных вещах, и мы способны потом научиться сделать выводы. И я думаю, что отцовство и духовное взросление, оно характеризуется способностью делать выводы. Когда мы просто знаем выход в любой ситуации, когда мы научились видеть выход, и когда мы делаем выводы, когда мы понимаем, что мы совершили какие-то ошибки, и когда мы можем действительно больше к этому не возвращаться. Что такое детство? Это хождение по кругу своеобразное. Когда мы наступаем, как говорит русская пословица, на одни и те же грабли. Поэтому отцовство дает в церкви новую и иную атмосферу. Наличие духовно зрелых людей, способных влиять, а не подвергаться бесконечному влиянию, способных делиться опытом, делать выводы из своей жизни и видеть выход. Что такое дети? Дети не видят выход. Дети, они очень часто от любой ситуации, от любой проблемы как бы оказываются в состоянии испуга. Их обстоятельства ставят в какой-то расплох. И их обстоятельства ставят в состояние, когда они не знают, что делать, и просто очень серьезно напуганы какими-то вещами. И отцы — это люди, которые знают, куда двигаться. И дети еще подвержены эмоциональным всплескам. Они сегодня веруют, они сегодня принимают все с радостью, а завтра они отпадают от веры. Поэтому для духовного детства характерны периоды серьезных сомнений, когда мы начинаем сомневаться в том, во что мы верили вчера, сегодня мы уже не верим. И как раз отцовство — это отсутствие вот этой бесконечной нестабильности, каких-то всплесков. Есть какой-то более ровный момент, когда я и апостол Павел призывают, что мы живем не чувствами, а верою. И мы должны понимать, что вера стабильна, она не зависит от обстоятельств, от ощущений и от того, что я переживаю именно сегодня. Потому что я знаю, что даже если я прохожу долины, смертные тени, прохожу какие-то трудности, я все равно, Бог со мной, Он никогда меня не оставляет. Поэтому еще раз хочется сказать словами апостола Павла, сегодня много наставников, сегодня много инструкторов, тысячи наставников вокруг нас, но мало отцов. И, дорогие друзья, это третье послание, третья проповедь о духовном взрослении. И цель вот этого цикла была одна — призвать вас к духовному взрослению, к развитию, призвать вас к тому, что говорит апостол Павел, оставить младенческое, перестать по-младенчески говорить, перестать по-младенчески мыслить, развиваться духовно и вырастать в отцов. Потому что дефицит отцовства — это дефицит христианства 2000 лет назад, и это дефицит христианства сегодняшнего дня. Я благословляю вас, желаю вам вырастать духовных отцов, и будьте счастливы, и будьте благословены. Аминь.